ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД 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 Бытовых отходов, когда мы так это называли, а с учетом того, что раньше не было раздельного сбора ни ламп, ни батареек, поэтому мы понимаем, что там вероятно, с большой степень вероятности, есть и такие отходы, есть, наверное, какие-то виды промышленных отходов. В тот период, так скажем, контроль не был такой сильный, не разбирались, ну и технологий, по большому счету, не было. Площадь порядка 30 гектаров, и, конечно, эти оба объекта, они взаимосвязаны и взаимовлияют друг на друга, поэтому целесообразно, конечно, рассматривать как один комплексный объект, подлежащий рекультиваться. На сегодняшний день администрация города Кирова, поскольку объект расположен на муниципальной земле, разрабатывает проектную документацию, она где-то уже в стадии завершения, проект будет выноситься на общественное обсуждение, но этот объект у нас потенциально находится в федеральном проекте «Чистая сторона» национального проекта экологии. И сейчас, по предварительным данным, сумма, которая потребуется на рекультивацию этого большого объекта, 4 миллиона тонн отходов, ну, порядка 3,5-3,8 миллиарда, ну, может быть, что-то сейчас как-то цифры немножко подкорректировались, но это довольно большая сумма. И, конечно, мы очень надеемся, что федеральный экологический оператор, а мы об этом тоже говорили, будет сопровождать заявку Кировской области для получения федеральных средств. Значит, есть опыт, например, Нижегородской области, когда сложные объекты, такие объекты у них есть, объект Гуновская свалка, Черная дыра, Белое море, вот три у них таких сложных объекта, они ликвидировались по отдельному постановлению правительства Российской Федерации, было поручено одной организации под ключ делать, по большому счету, до самого конца. Вот, возможно, у нас будет и такой вариант. Самое главное, что общее, так скажем, понимание есть, что с этим объектом нам одним не справиться, ну, а у федерального экологического оператора огромное желание показать жителям Кировской области, во-первых, помочь, во-вторых, конечно, показать жителям Кировской области, что это серьезная организация, и они готовы по возможности на благо региона работать и этими работами показать, что вот опыт позитивный, надежный по ликвидации экологического вреда вот на территории области их силами и их сопровождением мы можем получить. Алла Албегова, министр охраны окружающей среды, в программе «Полезный город» у микрофона Светлана Занько. Алла Викторовна, а сроки и схемы работы по Костинскому полигону и свалке известно? По Костинскому полигону и свалке, я думаю, что до конца года, если все будет в графике, видите, коронавирус, так скажем, и карантин очень сильно тут планы все изменил, мы немножко там из графика выпадаем, но, тем не менее, планируется до конца года провести публичное обсуждение и пройти две экспертизы, это государственную проектную экспертизу и государственную экологическую экспертизу. И дальше все, заявка для получения федеральных средств, если мы сможем ее подать в конце, скажем, в декабре 2020 года, возможно, мы попадем на финансирование 2022-го. Если у нас не получается, мы заявляемся в 2021 году, ну тогда 2022-2023 год. Что означает формулировка ликвидация свалки? То есть, что в итоге должно получиться? Ну, вот смотрите, я уточню, это ликвидация накопленного экологического вреда, а способы ликвидации экологического вреда могут быть разные. Вот по свалке в Костино ликвидировать экологический вред будет путем рекультивации объекта. То есть, он будет здесь на месте, он никуда не будет деваться, но там будет очень серьезный комплекс мероприятий, технических предусмотрен. Как-то будут различные дренажная система, горизонтальная, вертикальная, которая будет отводить фильтрат, он будет собираться на очистных сооружениях, очищаться. Дальше там будут установлены, ну, простым языком, колодцы, так скажем, или шусы, если не простым языком, которые будут позволять отводить биогаз. И там он будет тоже собираться, значит, вот я технически не помню, что дальше, либо он тут же на факеле будет сжигаться, либо еще какой-то способ. Но вот по изысканиям, которые проведены, его не так много на данном объекте. Ну, и дальше этот объект, естественно, ему будет придаваться определенная устойчивая геометрия, чтобы объект не сполз, то есть будет уполаживание, так скажем, определенное. Но там еще территория особенная со всех сторон, она ограничена, участок небольшой, поэтому там будет еще сделана подпорная стенка, которая будет держать объект, чтобы он не развалился, не располз. И, безусловно, сверху это будет укрытие геомембранами, ну, посев трав и, вот, так скажем, дальше выведение в состояние, которое, ну, так скажем, на те накопленные отходы атмосферной осадки не будут попадать. Значит, соответственно, пока фильтрат не будет полностью убран и весь метан не отведен, объект будет продолжать, за ним будет эксплуатироваться, на нем будут проводиться работы. Но это уже будут работы силами, я так думаю, что муниципальной власти сделаны. То есть нам главное, чтобы сделали этот объект, чтобы были вложены средства в создание этих объектов. И это большие суммы, это большие суммы? Большие, большие, но объект непростой. Но вот если мы, опять же, говорим о ликвидации накопленного ряда, второй способ, который вот мы думаем, что он будет именно применен на Кельмесском аидомогильнике, это ликвидация отходов, которые там накоплены путем вывоза на другую территорию, промплощадку и полное обезвреживание. Значит, почему такой способ? Потому что это отходы первого, второго класса опасности. Сейчас в рамках государственной политики такие отходы не захораниваются, такие отходы направляются на обезвреживание и в переработку. Вот если про Кельмес немножко вспомнить, значит, мало, может быть, кто-то из наших радиослушателей знает, значит, объект был вообще создан в свое время, в 1975 году. И он располагается, хотя и говорится, Кельмесское захоронение, на самом деле он располагается ближе к границе Немского района, по-моему, километров 14 от поселка Нема. В свое время, конечно, различные колхозы, совхозы оставили такое серьезное наследие, сельхозхимия оставили такое наследие в виде пришедших в негодность и с истекшим сроком хранения ядохимикатов и пестицидов. Так вот, на Кельмесском жидомогильнике в свое время, в 1975 году, было захоронено 590 тонн различных видов ядохимикатов. Мы поднимали архивы порядка 70 наименований. Это и хлорорганические, фосфорорганические, ртуз содержащие, мусейков содержащие препараты. То есть это достаточно серьезные вещи, которые содержат тяжелые металлы. В 1983-1985 году было подзахоронение еще небольшое этих пестицидов. И вот тут-то данные есть о том, что подзахоронение было в бочках. А вот в каком виде было первоначальное захоронение и что из себя представляет этот бункер, конечно, материалов практически нет. Значит, предварительно есть данные, что это бетонное основание какое-то. Но 50 лет практически прошло, все имеет свойство разрушаться. В 1989 году вынуждены были тогда, хотя и хозспособом, но все-таки делали проект по благоустройству и видомогильник. Потому что на тот момент и разрушение бункера началось, и ограждение. И вот площадку более-менее как-то в тот момент привели в порядок. Значит, в центре площадки над тремя бункерами была насыпь сделана. Она высотой примерно 2-2,5 метра. Сделали несколько слоев бревенчатых настилов, защитную пленку постелили. И сделали кольцевую канаву по периметру площадки. И сделали обваловку. Ну, вот, скажем, вот такие небольшие меры позволили на тот момент как-то стабилизировать ситуацию для того, чтобы, если загрязнение пойдет, чтобы оно не могло распространяться на прилегающую территорию. Да, и мне придется здесь остановить, простите, пожалуйста, Алла Викторовна, вас по кельмезе. И хочу подробно поговорить об этом с Тамарой Яковлевной Ашихминой, которая занималась этим непосредственно, да, этим кельмезским ядомогильником. У нас с вами остается буквально полторы минуты, а очень важно у вас еще спросить о нескольких параметрах, которые тоже в соглашении заложены. Это, собственно, создание в регионе комплексной системы обращений с первым и вторым классом опасностей. Об этом же речь идет, о комплексном соглашении. И в нем, в частности, кроме свалки в Костино и полигонов Костино и кельмезского ядомогильника, содержится также разработка электронной базы данных отходов, формирование контейнерного парка для накопления и сбора отходов первого и второго класса опасности от населения, экологический мониторинг и развитие и внедрение новых технологий переработки. По новым технологиям и мониторингу с Тамарой Яковлевной поговорю. А вот что касается понятного населению, то есть мне и всем, кто нас слушает, формирование контейнерного парка, вот это тоже я раньше не слышала, что федеральный экологический оператор по контейнерному парку работает. Хотя, наверное, это очевидно, да? Мы по созданию электронной базы, мы благодаря этому соглашению попали в пилотный проект. И на территории, ну, на нашей территории будет откатываться создание электронной базы, которая будет включать в себя данные о движении всех промышленных отходов первого и второго класса опасности, начиная от производителя и заканчивая в режиме онлайн, заканчивая потребителем, так скажем, или организацией, которая будет дальше утилизировать или обезвеживать эти отходы. Это тоже непростая работа. Непосредственно наше министерство берет на себя такую непростую работу. Ну, мы также надеемся, что подключится и Росприроднадзор. А вот сейчас у нас, к сожалению, недостаток этой информации. И мы также рассчитываем, что мы наполним нашу территориальную схему. Этими будет отдельный слой в территориальной схеме по производственным отходам. Теперь, что касается создания инфраструктуры сбора опасных отходов от населения. Вопрос на самом деле пока с правовой стороны не до конца урегулирован. Намерения у обеих сторон есть. Но мы понимаем, что мы хотим и куда мы будем двигаться и как мы будем двигаться. Но пока источники финансирования непонятны. Поэтому мы, безусловно, свои намерения отразили в этом соглашении. Но сейчас механизмы, пока мы в поиске этих механизмов. Но и в целом мы договорились, поскольку, так скажем, это соглашение поручено Александром Моназовичем Чуриным сопровождать. И ответственным исполнителем по этому соглашению будет Министерство охраны и окружающей среды. Мы уже договорились с федеральным экологическим оператором, что мы будем проводить видеоконференцию с участием наших обеих сторон и представителей Минприроды. И будем по результатам этого совещания выстраивать график дальнейших работ по двум объектам Костина и Кельмесь. А то, что касается базы данных, это технический вопрос. Это уже мы непосредственно с федеральным экологическим оператором. Также будем работать по отдельному графику. Ну, а по инфраструктуре, как будет более понятная, подробная информация, я думаю, что мы проинформируем общественность и население, и граждан, как будет дальше это происходить. Пока, пока. Единственное, что мы определили, что это будет, возможно, до конца года, а может быть, это будет весь 2021 год, это будет такой общественный проект вместе с ОНФ, сбор батареек в школах на всей территории Кировской области. Спасибо. Спасибо, Алла Албегова, министр охраны окружающей среды, в программе «Полезный город». Спасибо. Всего доброго. Светлана Занькова, микрофон, мы продолжаем разговор. Тамара Яковлевна Ашихмина, председатель комиссии по экологии и природопользованию общественной палаты Кировской области, профессор Вятгу с нами уже на связи. Тамара Яковлевна, добрый день. День добрый. Добрый день, добрый день. Мы говорим по телефону, поэтому, может быть, не очень хорошая связь, но мы постараемся, чтобы все было слышно и понятно. Тамара Яковлевна, только что закончили разговор с Аллой Албеговой, министром охраны окружающей среды. Она нам рассказала о подписании этого важного, исключительно важного для Кировской области соглашения с федеральным экологическим оператором по нескольким пунктам, но два важных пункта, о которых раньше речь не шла, а теперь после детальной проработки уже соглашение заключено по Костинскому полигону и свалке и по Климьевскому ядомогильнику. Это вот те вещи, о которых так давно говорили. Такие две болевые точки в нашей области, и даже, честно говоря, для меня было неожиданно. Мы с вами, как члены общественной палаты, знаем, как долго за это бились, за то, что было рекультивировано, ликвидирован вот этот вред. Эти две вещи, конечно, новые, и очень важно о них рассказать. Ваша часть – это Кельмейский ядомогильник. Вообще само даже название очень страшное. Алла Викторовна Албегова сказала, что там огромное количество опасных отходов, захоронено, раз это ядомогильник. Расскажите нам, в чем же опасность, что это за, что за вещества там находятся, и почему вы, вот вы лично очень долго бились за этот тоже объект, чтобы он, чтобы этот объект был ликвидирован? Ну, во-первых, я хочу сказать, что очень хорошо, что был принят национальный проект, в рамках которого направление, вот чистая страна, как раз эта чистая страна, направление национального проекта, оно ориентировано на ликвидацию накопленного вреда, то есть всех свалок, полигонов и так далее на территории Российской Федерации. И когда я услышала об этом проекте, у меня в первую очередь сразу возник вопрос, что на территории Кировской области у нас есть вот такие точки, очень, можно сказать, опасные для окружающей среды. Это вот как раз среди них, один из них кельмейский могильник, ядомогильник. Хочу сказать о том, что этот могильник, конечно, он, чем нам очень важно его и было отслеживать и так далее, это захоронение пестицидов, которые находятся на границе Немского и Кельмейского района. И самое главное, что вот в природном комплексе, он между речью рек Лобани, Немды и водоразделий рек Икма и Осиновка, то есть вот в таком очень шикарном, можно сказать, природном комплексе расположен вот этот ядомогильник. Что он собой представляет? Ну, во-первых, в 1973 году был разработан проект конструкции этого ядомогильника, затем был он построен, и захоронение ядохимикатов именно первой группы сильнодействующих ядовитых веществ производилось в железобетонный бункер. Емкость его была где-то порядка 60 кубических метров. Этот бункер, он был сооружен в гидроизоляции, но через какое-то время, где-то примерно в 1975 году, в 1975 году вот этот объект был принят, а уже в дальнейшем было обнаружено некоторая разгерметизация этого ядомогильника, а именно в 1989 году был разработан новый проект на благоустройство ядомогильника, было выдано задание Кировской областной проектной изыскательской станции химизации и объединению агропромхимия. Причиной принятия вот такого решения благоустройства стало как раз вот разрушение бункера и ограждения. Ну и вот это все явилось причиной тому, что надо было очень серьезно заняться экологическим мониторингом этой территории. Дело в том, что на данном объекте, правильно Алла Викторовна сказала, хранилось, было захоронено 590 тонн яда химикатов, 70 наименований химических веществ, из них 52 тонны пестицидов первого-второго класса опасности, то есть из 590 тонн. Всего захоронено 75 наименований веществ. Номенклатура тут может быть очень разная. Это и хлорорганические соединения, и азот содержащие, и ртуть содержащие, и фосфорорганические. Мышьяк, содержащие препараты, цинк, медь и так далее. То есть достаточно большой массы, это 427 тонн в пересчете только на сами яда химикаты. Поскольку кельмейское захоронение – это изоляция пестицидов в специальных хранилищах в земле, то в случае возможного нарушения герметичности захоронения вещества в первую очередь могут попасть в почву, затем в подземные поверхностные воды, в растительность. Поэтому вот работы по мониторингу данного объекта мы начали с разработки программы по этому полигону, вместе разрабатывали с Министерством охраны окружающей среды, и с этого времени практически ведется мониторинг данной территории. Министерство охраны окружающей среды по линии Центра природоохранного, они проводят мониторинг грунтовых вод, поверхностных вод. Что касается нашей составляющей, то мы здесь проводим мониторинг уже биоты, почвы, ну и все вокруг составляющей части по этому полигону. Что можно сказать за последнее время? Конечно, ну вот представьте себе, полигон был построен в 1973 году. Это уже, можно сказать, под 50 лет. Под 50 лет деятельность этого объекта. Конечно, говорить о том, что он не может оказать воздействие, наверное, никто в этом не может быть убежден. И в результате мы на заседании общественной палаты, на нашей комиссии ставили этот вопрос, что надо выходить с этим проектом в рамках нацпроекта «Чистая страна». Ну и я благодарна, конечно, министерству нашему, которая, в общем-то, этот вопрос поддержала, вышла на связь с Росрао, с федеральным оператором. А дело в том, что почему у нас федеральный оператор, федеральный экологический оператор – это бывшая Росрао. Им поручено не только проект отходов первого-второго класса опасности, утилизация, ликвидация, но и как раз проект «Чистая страна». То есть это ликвидация накопленного вреда. То есть все свалки, полигоны и так далее – это тоже их, в общем, прерогатива на сегодня и компетенция. Поэтому Алла Викторовна вышла с предложением с таким. Ну и в принципе-то я поняла так, что наше министерство было предложение поддержано непосредственно федеральным экологическим оператором. Ну и в результате я полагаю, что эту работу будем проводить. Тамара Яковлевна, значит, у нас остается буквально две минуты. Что это для жителей Кировской области ликвидация такого объекта? Ну то есть опасный объект первого-второго класса опасности. И как только отсюда будут вывезены пестициды, пришедшие в негодность, они же там захоронены, значит, надо будет оттуда их забрать, вывезти и уничтожить на соответствующем предприятии, где у нас это будет производиться. Что получат в результате ликвидации такого объекта местные жители Кельмесский и Немский район? Местные жители получат очищенную территорию, реабилитированную территорию от пестицидов. Что касается новых технологий переработки отходов, внедрения новых технологий, это тоже один из пунктов соглашения, подписанного 13 мая. О чем идет речь? Речь идет о том, что под каждый вид, значит, отравляющих веществ, вот здесь, пестицидов, должна быть соответствующей технологией. И поэтому наша наука должна подключиться к этому делу. И на сегодня мы действительно, подписано такое соглашение, кафедры будут подключаться к этому делу, да не только нашего региона, но и других регионов, я знаю уже об этом, значит, по разработке новых технологий, технологий утилизации пришедших негодность пестицидов. Это и портуть содержащим, это пацинк содержащим, медь содержащие, ну, различные цианидные соединения и так далее. Для реализации этой задачи консорциум был создан, правильно? Да, да, да. Создан консорциум из вузов. Это Саратовский, значит, Удмуртский, Кировский, Курганский. Вот эти вузы подписали такой консорциум. Ну и во главе у нас институт Менделеева стоит, значит, химико-технологический. Ну и вот тем более, что там много интересных работ уже в этом направлении выполнено. Ну и я думаю, что общими усилиями с привлечением вот такой категории ученых разных вузов в этом консорциуме мы постараемся порешать эту проблему. И эти технологии будут использоваться для того, чтобы в нашей стране, федеральным экологическим операторам, для как раз ликвидации накопленного вреда и переработки отходов первого-второго класса опасности, вновь образуемых. Да, только я еще хочу сказать не только сами технологии утилизации и уничтожения вот этих, но и технологии экологической безопасности. То есть это система мониторинга, контроля за деятельностью всей процедуры, которая предстоит решить по данному полигону. То есть имеется в виду контроль, мониторинг и так далее. Спасибо. Тамара Ашихмина, председатель комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Кировской области, профессор ВятГУ. Благодарю. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо. Это была программа «Полезный город». Мы говорили о сути и содержании соглашения, которое было подписано между федеральным экологическим оператором и правительством Кировской области 13 мая. Полезный город